В сети появился первый эпизод модификации «Дальний край». Предысторию говорить я не буду, потому что перед вступлением в мода разработчик сам всё расскажет. Вас только попрошу не забывать оценивать видео, если оно вам понравится. Подписывайтесь, если ещё не сделали этого. Заваривайте чай. Приятного просмотра. В 1992 году на химическом заводе «Луч» произошла крупная авария, которая не только уничтожила завод, но и стала причиной появления территории. Место, куда подобны стервятникам, слетелись на запах наживы люди и нелюди со всей территории бывшего Советского Союза. Большинство из них грохнут тебя за самый дешёвый артефакт, таких мы называем мародёрами. Для нас, сталкеров, подобные методы неприемлемы. Мы первыми, рискуя жизнью, начали изучать территорию и выносить с неё аномальное образование. Учёные, которые тоже слетелись в окрестности территории, как мухи на мёд, назвали их артефактами. И платили за них хорошие деньги. Среди этих первопроходцев был я, Сергей Лунёв. Вместе с отцом мы посещали территорию, зарабатывая как на мелких поручениях, так и на заданиях, за которые брались далеко не все сталкеры. А год назад отца не стало. Хроническая болезнь прогрессировала, и врачи ничем не смогли помочь. Последствия от посещения территории не обошли и меня. Ужасные головные боли не дают мне покоя, а иногда я вижу призраков прошлого. Врачи говорят, что это не опасно, и я здоров как бык, но из-за этого по ночам я не могу спать спокойно. После смерти отца я долгое время ходил на территорию в одиночку, до того, как неожиданная сделка в баре не изменила всю мою жизнь. Неизвестный мне барыга предложил большие деньги за вроде бы привычную работу. Казалось бы, что сложного, сходить в указанные места и принести оттуда редкие артефакты. Но на выходе меня принял патруль военных. Как итог, большой срок за незаконное проникновение с конфискацией всего добытого хабара. Полгода я отсидел в местной тюрьме и уже поставил крест на своей жизни. Но однажды утром мне вернули мои вещи и вывели за воротом. А за воротами меня ждал Хрипатый. Старый друг постарался и вытащил меня из заключения. Теперь я работаю на него, а когда отработаю долг, подумываю навсегда завязать с посещениями территорию. В общем, два дня назад Хрипатый, навязав мне какого-то новичка, дал задание найти группу пропавших сталкеров, которые уже несколько дней не выходят на связь. И вот я снова вынужден отправиться в это место, от которого так и веет заброшенностью, пахнет смертью, да и просто разит какой-то подставой. Чем-то напомнило край изумрудной зари, в которую мы недавно играли. Тоже вышел главный герой на территорию, его поймали, он отсидел полгода, потом вернулся. Ну ладно, как вам графен? Здорово, брат. Ну что, Зерень, не передумал еще? Не, не передумал. Хрипатый 16-й шкур из дерева за невыполненное задание. Да, он тот еще крохобор. Так, а сейчас уже можно оружие доставать? Можно и даже нужно. Через насыпь мы не пойдем, как задумывали изначально. Есть другой, относительно безопасный маршрут. Почему через насыпь не пойдем? Через насыпь мы не идем, потому что есть шанс встретить веселых призраков. А их чаще всего на HD путях и встречают. Усек, встретить этот аномальный феномен на окраине территории, мне кажется, что это маловероятно. Хотя, может благодаря твоей рассудительности и выдержке, ты и топчешь эту землю уже полтора года. Территория это место, в котором подобные качества ценятся больше всего. Спрашивай, если тебя что-то интересует, так как времени у нас не очень много. Хорошо, я понял. Значит так, идем через лесок, никуда не сворачивая метров 200. Затем направляемся в брошенный поселок Лаптево. И идем до механизаторского двора. Проходим через ЖД-станцию и... Что? Да нет, ничего. Мне показалось, что где-то неподалеку были выстрелы. Приглушенные такие. Черт, каждый раз, когда ты проникаешь на территорию, она начинает давить на человека. Встречает нас чертовка. Хм, я ничего не слышал. Ладно, проехали. Просто будь начеку. А дальше дорога будет прямиком к месту нашему. Если встретим кого-нибудь из знакомых, то есть вероятность, что они помогут нам в поиске группы. И еще, держи вот мешок. Что в нем? Болты, гайки и прочая красота, которая не занимает много места, но является лучшим другом сталкера при переходе через аномальные поля. Когда чувствуешь что-то неладное, бросаешь болт. Не уверен, что впереди, бросаешь болт. Все просто. В общем, я понял, как этим пользоваться. А теперь надо поскорее выдвигаться. Уже начинает темнеть. Да, надо идти. Ну, удачи нам. Значит, что у меня с собой? Пистолет, патроны, еда, аптечка, какая-то дневник. Используется. Пока ничего нет. I love you. Да, вот суровый сталкер, опытный, сидевший, будет в своем дневнике писать I love you красивым таким почерком. Ну да. Еще бы сердечки там делал и котиков рисовал. Потом сразу до поселка двигаем. Может, можно сохраняться? Да, только гляди в оба, тут аномалии встречаются. Что, сохранилась игра? Нельзя загрузить. Да ты что? Сохранить свой прогресс, возможно, в специальных зонах возле костров. В общем, локация вроде как новая. Какая-то новая, необычная. На данный момент доступна только одна. Ого, у тебя ружье, у меня всего пистолет. Лунь, это еще что такое? Стреляли по кому-то. И если не ошибаюсь, то стреляли с автомата. Несладко нам будет, если встретим их. А кто это мог быть? Мы же только периметр прошли. Какая еще, черт возьми, стрельба? Не знаю. Уходить отсюда нужно. И делать это как можно скорее. Иначе сейчас вояки с периметра привегут на выстрел, и мы попадемся. Так чего мы здесь стоим? Выстрел был со стороны поселка. Поэтому через него мы теперь не пойдем. Есть один походной путь. Только на дорогу придется потратить около двух часов. А уже темнеет. Может через ЖД пути? Тут же вот, всего полчаса, и мы на месте. Похоже, что выбора у нас нет. А теперь слушай внимательно. Когда насыпь проходить будем, ты рот открывай. Задержав при этом дыхание. И ползком через насыпь. Не спрашивай зачем. Если сделаешь так, есть шанс, что нас не схватит зона действия аномалии. Хорошо. Так, сейчас побежим к тем двум машинам. Если все чисто, то сразу идем через насыпь. Да что он там сказал? Чуть диалог скипнулся, я не увидел, что он сказал. Ладно, не важно. Давай немного передохнем. Не могу больше. Кого ты не можешь? Слушай, мы только возле дерева стояли. Ну ты приколист. О, он типа уставший. Так, у меня фонаря, кстати, нет. Надо реально побыстрее. Э, все, это ты типа отдыхал? Ладно. Темень вообще, кстати, непроглядная начинает. Потихоньку начинает быть очень темно. О, цари, цари. Да, мы должны на картонах через ЖД путь пройти. Прошли вроде. У нас получилось. Теперь можно немного отдохнуть. Ох, после первого рельса мне так тяжело стало, что я думал не выдержу и упаду от такого давления. Сколько нам осталось идти? Да вот же, позади тебя деревня. Считай, что мы на месте. Самое главное, живые и здоровые. И часто на территории подобные вещи происходят. Начинаю привыкать, что здесь не работают привычные нам законы. Все здесь живет своей жизнью. Загадочный и опасный. А вообще, нам не надо раньше времени паниковать. Если надо, то ко всему привыкнешь. Да, я не паникую. Так просто. А что за место? Почему здесь такая тишина? Это, приятель, такое место, пройдя которое, твоя судьба может кардинально измениться. Раньше тут много бродяг бывало, а теперь, не знаю даже. Все-таки полгода прошло с моей последней вылазки. Что делать будем? Видишь свет от костра? Кто-то остановился переночевать. Давай, аккуратно заходим в деревню, смотрим по сторонам и особо не паникуем. Хорошо, пока. Костер-то нам надо сохраниться и так далее. Может и поспим, кстати, заодно. А где огонь-то? Обыскивая ключевые точки, вы можете найти спрятанные тайники. Какие тайники? Ничего не видно, ребят. Почему фонарь бы не добавить? А, у меня есть фонарь, понятно, он ручной. Все, извиняюсь. Но в любом случае, нам бы сначала сохраниться, прежде чем куда-то лезть. Ага, вот есть место сна. А это я, да? Да. Сейчас проводим до точки нашего товарища. А там уже полутаем. А, вот костер. Есть тут кое-кто. Все, вроде есть сейф. Тесак тут сидит. Ну не, я, пожалуй, все-таки сначала как раз обыщу. Подвал и дома. Так, посмотрим, может что вкусное будет. Тут еще кто-то. Ага, вот у нас патроны пистолетные и хлеб. Это уже что-то. С этим я пока не буду говорить. Я думаю, что изначально все-таки надо поговорить с тесаком. Ящик. Не, да братов действительно много. Может я даже пистолет по уши найду. Что, конечно, вряд ли. Это что-то торчит такое? Непонятное торчит. О, армейские галеты. Короче, понапрятанно тут много всего. А у нас, походу, наоборот, только рассвет наступает. Я думал, это темнеет. Хотя, не, подожди, начинают сверчки чирикать. Да, время 20 часов. Но небо прям посветлело. Что это кусок бетона торчит какой-то из земли? Да, в общем-то, пойдем поговорим. Кое-что нашел. Теперь у меня намного больше патронов для пистолета. Еда есть. Что еще нужно? Леха. Ты? Да неужели? Вот так встреча. Я тоже рад тебя видеть, Лунь. Подожди. Ты же вроде сидеть должен. Но за это. За нелегальное проникновение на территорию с последующей продажей артефактов. Вот именно, что сидеть я должен. Но не обязан. А может, я бредить начинаю? И сейчас напротив меня стоит не тот матерый сталкер, которого я знаю уже больше трех лет. А иллюзия фантомов? Да нет. Хрипат и постарался, и вытащил меня. Но с одним условием. Придется отработать долг. Теперь я хожу с зеленью на территорию. Выполняем его поручения. Ты думаешь, что все так просто? Не знаю. Если у кого-то есть какие-то планы насчет меня, то я не собираюсь принимать в них участие. С меня уже хватит приключений. Как отработаю свое освобождение, так сразу завязывать буду с вылазками. Я тоже задумался об этом, чтобы завязать с вылазками. За эти два года посещений, мой организм подвергся разным воздействиям, от которых здоровье не становится лучше, к сожалению. Для территории это приличный срок, учитывая, что новички гибнут здесь пачками. А вообще, надо же так схитрить, чтобы рискнуть продать сацки большой партией. До сих пор не могу понять, чего ты вдруг решил с левым перекупщиком связаться. Сразу же было понятно, что тебя кинут с таким хабаром. Тогда ты вроде, если не ошибаюсь, две пустышки нес и три браслета. Белый обращ еще был. Да, точно. Умудряешься ведь места такие находить. Это да. Ну а лучше всего у меня получается приключения на свою задницу искать. А ты один тут что ли? Где все остальные? Не один. Парень со мной еще. Ушел минут 20 назад. Сказал, что проверить местность на наличие чего-нибудь полезного. Так что мы с тобой оба возимся с новичками. Остальные где? Говоришь. А нет остальных теперь. Потому что территорию стали посещать только те, кто не боится трудностей. Находиться здесь стало опасно. Только не говори, что ты до сих пор с отмычками ходишь. Да брось ты, Серега. Те времена прошли уже. Сейчас отмычек берут только на важные поручения. Наобещайте им хренову кучу артефактов, которые их сами в глаза не видели. А потом идете с ними в ходку. С надеждой на то, что никто из них не выживет. Да ладно тебе, не начинай. Как придет пацан, познакомишься. У костра лежит мой спальник. Можешь на нем первое время отдыхать. Хорошо, спасибо. Я если раньше проснусь, схожу к одному месту. Нужно кое-что проверить. Не теряй, если что. Пока. Подожди. Так а сталкер, который был снизу, сидел в подвале? Мысли ГГ. Начало пути. Полгода отсидки в тюрьме. Поверить не могу, что я снова вдыхаю этот воздух. Тесак совсем не изменился. Наоборот, кажется, что его чувство юмора и юношеский авантюризм стали выражены еще больше. Новичок держится молодцом, но я вижу, как тяжело ему дается эта вылазка. Сейчас допишу запись и буду ложиться отдыхать. А с утра уже посмотрим, как и где нам искать пропавшую группу сталкеров. Кстати, консервы здесь все такие же невероятно вкусные. Что за звуки? Сохраняемся. Ну давай поспим действительно до утра, потому что так прям ночью спать неохота. До шести часов будет нормально. Опа. Вот это уже другое дело, посветлее. Можно без фонаря жить. С ним пока не поговорить. Так я теперь боюсь идти к тому сталкеру снизу, потому что сейчас что-нибудь сломаю. Тем более он сказал, что он один. Бурбон, приветствую. Бурбон, ты до сих пор здесь торгуешь? А как же. Сталкер понемногу хабар носит. На том и держится мое ремесло. Лунь, глазам своим не верю. Ты как здесь оказался? Пришел на территорию с новичком, выполняем указания от Хрипатова. А я слышу, что Тесак разговаривает. Но узнать не получается с кем, хоть и голос показался знакомым. А новичок твой как вообще? Первый раз на территории, второй раз идем. Только вот обучать нужно всему, а времени не так много. Если команда твои четко выполняет и спорит мало, значит толк с него выйдет. Надеюсь, что пока мы вместе делаем вылазки, я смогу его чему-нибудь научить. А я смотрю, у тебя до сих пор подарок сохранился. Именно и КПК. Никогда не забуду такой подарок. Я же специально мастера вызывал с города, чтобы он гравировку сделал. Было время, конечно. Если что-нибудь потребуется, то можешь заглянуть ко мне и посмотреть ассортимент на продажу. Детекторы тоже имеются. По относительно низкой цене. Зачем мне твои цены, после которых одни консервные банки в рюкзаке остаются? Ты просто еще не привык к старым местам, природе и ценам. Но ничего, у нас это быстро делается. Ладно, я пойду. А что у него продается-то? Много чего, в том числе спальный мешок для вылазок. Ружье я бы, конечно, купил. Но, к сожалению, с деньгами у меня прям очень туго. И плащи вон всякие есть. Хотя, с точки зрения практичности, мне кажется, плащ такой себе. О, пришел напарник Тесака. А, это Костоправ, это наш. Вот он. Приветствую. Как звать тебя? Андрей. А так, соткой кличут. А ты же лунь, да? На той неделе мне про тебя рассказывали в баре. Я это, я. А пьянец в баре, который вам байки травит? Прекращайте слушать. Это так. Совет тебе даю, исходя из личного опыта. Территорию давно посещаешь? Неа, второй раз только. Да и, честно говоря, побаиваюсь ходить в одиночку. Если ты боишься ходить в одного, тогда куда сейчас отходил? Да решил вокруг деревни прогуляться. Заодно поискать что-нибудь полезное. Нашел в багажнике грузовика одну вещь любопытную. Хочешь взглянуть? Давай, посмотрю. Держи, только аккуратнее. Смотри, чтобы с рук не выскочило. Так, похоже на гайку, но необычную. Видишь, светится немного? Вижу, вижу. А что это значит? А хрен бы ее знал. Возможно такое, что она обладает каким-нибудь необычным свойством, которое влияет на своего носителя. Раньше я такое не встречал, поэтому не могу сказать точно. И что же мне с ней делать? Может продать? Такие вещи нечасто встретишь, поэтому не торопись продавать. Просто носи с собой. Да к тому же она и не фонит даже. Хорошо, спасибо за совет. Слушай, слушай, а может сходим как-нибудь по окрестностям и прошвырнемся? Я хочу поискать инструмент, чтобы чинить оружие и броню. Что тебе мешает сходить одному? Я же говорил, что боюсь еще в одиночку ходить. Возле деревни находиться не так страшно. А вот дальше, когда у меня появится свободное время, я к тебе подойду. Гайка тоже. Что, семигранная что ли, как в этом? В край зумрудной зари? Но похоже, что и в том, и в этом проекте разработчики вдохновлялись пикником на обочине просто-напросто. Я лично не против. Просто такое совпадение интересное. Что примерно в одно время эти моды выпустили свои демки. Но тут, кстати, не написано, что это демо. Но разработчик в теме с модом отвечает, что это не полная версия, что еще увидит полное и все такое. Заметки. Аномалия у молоковоза. Еще на выходе приметил аномалию, которая закатилась между двух молоковозков. А всему прочему, там лежит чей-то скелет с рюкзаком. Если время будет, схожу проверю. Аномалия с молоковозом? А где молоковозы? Костоправ, ты как себя чувствуешь? После сна мне стало полегче. Только вот голова до сих пор раскалывается. Через это все новички проходят, которые попали под воздействие аномалии. А боли в голове скоро пройдут. Не беспокойся. Когда мы начнем искать пропавшую группу? Сначала нужно обсудить дальнейший план. А поступим мы вот каким образом. Ты отправишься в поселок, находящийся неподалеку от деревни новичков. А я пойду к болотам. Дальше будем общаться по КПК. Что будем делать, когда найдем группу? Точно сказать не могу. Нужно будет узнать у Хрипатова. Надеюсь, что мы не поведем их обратно в город. В чем проблема? Кто-то на окраине такого шороха навел? То сейчас вояки будут несколько дней периметр рассматривать. И если нас поймают, то отмазка мы туристы не сработает. Только Хрипатам и без разницы. Поймают нас или проскочим. Прямо с языка снял. Ты постепенно начинаешь понимать местные правила. Быстро учишься. А когда выходить будем? Я сейчас. А тебе 15 минут на сборы. Метку скинул в КПК. Пока. Так, ну все. Делаем отдельный сейф. Так, ну в общем-то все. Со всеми диалоги проговорю. У меня просто отхождение выносливость кончается. Может это из-за жажды, конечно. Опа, а где торговец? Так, молоковоз. Вообще странно. Но я, кажется, там видел молоковоз. До путей. Тем более он говорит, я видел. Ну самый главный герой. А так-то дальше деревни я еще не был. Значит все-таки до деревни. Обыскивай дальше деревню на предмет наличия каких-то плюшек. Можно, но не хочется. Много времени на это тратить. Опять-таки. Здесь все моды не полные. Потом выйдет полная. Поэтому прямо обыскивать все досконально я не вижу смысла. Ну пойдем дальше железки сходим. У меня появилась метка куда идти. Да, болото. Это вот сюда получается куда-то идти. Сначала туда. За железку. Что, нужно ползти, чтобы меня не убило. Ну давай попьем энергетик. Да не, давай обычную воду. Ага, вот молоковоз. Про него шла речь. Блин, отхождение кончается в мысли. Это конечно. У меня только 8,5 из 20. Вот я не люблю, когда такие приколы есть. Ну ладно. Так, там и правда что-то есть. А они не фонят, я надеюсь, молоковозы-то. А, да? И что вы мне предлагаете? То есть и так я не пройду. Меня откидывает. Давай с носовой части попробуем. А с носовой части аномалия. Вот так вот все, что собираешься делать. А ничего не сделаешь. Потому что напрямик я явно не пройду. Запрыгнуть с краешка на автомобиль. Ну да, скорее всего разработчик все предусмотрел. И сюда сейчас не попадешь. Может я найду какой-то дезинтегратор аномалий. Который позволяет их расщеплять. Может что еще. Но сейчас не попадешь. Поэтому ну его нафиг. И направляемся в сторону болот. Монолитовское тело. Ладно. Опа. Кто-то пикнул. Я нахожусь около болот. Давай восстановлю выносливость. Два раза пикнул. То есть все-таки тут есть пару человек. Даже не знаю, пистолет доставать. Стоит мне 9 патронов в магазине. ПМ. Пистолет Макарова. Емкость 9. А, типа 8 в магазине и 1 в стволе. Много раз пикнуло. То есть тут должно быть прям много людей. Фиксируй там что-то. Покойник? Нет, он живой. Под опор и лэп значит. Как минимум один человек. Пойдем. Ты кто? Фургон. Ну здравствуй, пока. Ага, то есть с ним говорить не надо. А с кем с тобой? Медведь. Сталкер, ты как здесь оказался? Вы не связывались с Хрипатом долгое время. Поэтому мы отправились на ваши поиски. А где третий? А, Хрипата послал. Не знаем мы, куда патрон подевался. Вчера сделали привал за поляной лесника. А его поставили лагерь охранять. Утром встаем, ни его, ни вещей. Повезло нам, что у фургона детектор был при себе. Поэтому мы сразу пошли на болото. Я так понимаю, что все артефакты перевелись на территории, раз вы решили сюда пойти. Тут даже бродяги опытные редко ходят. Фургон себя плохо чувствует. Поэтому мы решили пойти к болотам, так как они ближе всего. Да, ну и вляпались же вы. Надо зарабатывать как-то, по-другому никак. Артефакт получилось найти? Нет. Мой детектор барахлит. И ошибается метр на два. Теперь из-за этого не получается подцепить артефакт. Может ты попробуешь? Ты думаешь, что с помощью сломанного детектора я найду артефакт? Хотя бы попробовать. А я тебе долю патрона отдам. Не думаю, что он остался в живых. Ладно. Пойду за детектором. Цацки доставать. Пока. В смысле пойду за детектором? Не понял сейчас. А, я вот этой фразой сейчас вообще не понял. Что значит пойду за детектором? Мне вернуться в деревню и купить детектор? Или что от меня хотят-то? Что-то я вообще сейчас не сообразил. Пойду за детектором. За каким детектором? У кого? У этого что ли детектора? Так как себя чувствуешь? Кто ты? А, ты нас пришел спасать. Что-то совсем хреново мне. Держи детектор. В аномалии никакие не попадал? Да вроде нет. Голова вообще не варит. Если это хроническая болезнь, то дела наши плохи. Ты же в курсе, что после возникновения территории люди стали болеть какой-то неизвестной заразой? У тебя нет никакого лекарства? Обычная аптека тут не поможет. Нужен врач. А врачей знакомых здесь у меня нет. И что мне делать? А ничего, остается только ждать. Держи обезболивающее. Должно помочь ненадолго. Блевать хочется. Пойду отойду. Давай. Только недалеко. Место тут неспокойное. Все, ладно, понял. Что я просто сразу не сообразил. Детектор. Может там было написано? Ну ладно, хорошо. Тут только где бы сохраниться. У вас тут костра нет, да? И постоянно какие-то пики есть. То есть еще кто-то пикает. О, видели? Пик-пик. Неужели это деревня улавливается? Да вряд ли, она же далеко. А он там блевает. Ну давай попробуем. По идее, что-то меня сейчас будут разъедать. Ага, видели? Подожди, у меня хп-шка-то кушается. А что я сделаю? Таблеток у меня нет. Кажется, я сдох. Так я не понял, где находится артефакт. Ладно, отыграем деревню. Но все равно они очень понимают, зачем в неполной версии, в демо-версии, по сути, делать сохранение у костров. Вообще зачем они нужны? В таких атмосферных, повествовательных модах, да? Я понимаю, там в хардкор модах. Но в таких вот не понимаю зачем. О, подожди, а это кто? Это какие-то другие ученые. Я где вообще? Так я ж тут был. Где опор лэб? А, вон там. А это кто? Еще одна группа какая-то. Этот молчит. Может, это призраки? Ох, я занесу тоже вас сюда. Приветствую, товарищ. Доброго времени суток. А как вы тут оказались? В смысле, как? Так же, как и все. Значит, вы не работаете на институт? Верно. А вы чем тут занимаетесь? Мы исследуем очень любопытное аномальное явление. Понимаете, в чем дело? Когда мы бросаем вот в это болотце какой-нибудь предмет, то он, как бы вам сказать, исчезает. Исчезает? А есть предположение, с чем это связано? Да, он исчезает в прямом смысле этого слова. А бросая несколько предметов, мы выявили, что тот, который больше и тяжелее, вероятнее всего пропадет. Вот только куда? Возможно, что это какая-то временная аномалия? Мы думали об этом. И пока что, это самая вероятная гипотеза. А что делает ваш доцент? Он бросает различные предметы в то болото. У местных мы взяли несколько кирпичей, насобирали камней и даже взяли старый магнитофон. А вы не видели случайно группу сталкеров поблизости? Нет, молодой человек. Да к тому же, совсем недавно прошла эвакуация местных жителей. Поэтому я не думаю, что в такое время будут ходить сталкеры, когда вокруг находится подразделение военных. Какая еще эвакуация? Она же была в 92-м году, в апреле. А сейчас что, май? Не дурите мне голову, нам работать пора. Нет, подождите. Как у вас обстановка? Справляетесь? Мест не хватает для всех. Может еще две машины отправить? Смогу, но придется резерв беспокоить. А я по шапке не хочу получать. У нас здесь все из-под контроля выходит. Взрыв мощный был. Ну хорошо, ждите. Да. Это было прошлое что ли? Или другой мгип параллельный? Так а меня что не перемещает? Мы бросаем вот в это болото какой-нибудь предмет и он исчезает. Ну? Так можно меня исчезнуть? Просто я знаете что... А, смотри, тут всталка. Или что он мертвый? Какой-то вояка. Спокойный. Короче, я думал, что это телепорт туда, между двух молоковозов. Но это вряд ли, конечно. Там ничего не было, кроме одного покойника. Короче, никуда это не перемещает. А жаль, блин. Это было логически. Я бы был рад, что я сам додумался. А теперь кажется нет. Не додумаюсь. Ну что, найти этот артефакт? Хоть бы сейв туда, блин. Постоянно бегать. Вот видишь вот такой мод атмосферный, повествование, все дела. И это все рушится вот этим вот противным, постоянно перезагрузкой с деревни и шагаясь сюда. Еще раз повторюсь, вообще нет смысла, как я считаю, в атмосферных повествовательных модах делать сейвы у костров. Хоть бы это можно было выключить, блин. Вот в чем прикол, понимаете. Тогда вообще никаких проблем, никто бы ничего не говорил. Кто хочет, тот играет. Кто не хочет, тот не играет. Ладно. Артефакт. А может он как раз таки там? В том болоте? Типа вот это что-то там шебуршит. Может это и есть артефакт? Потому что обычно артефакты же себя выдают. Но он тут пикает, блин. Вот где он? Давай, давай, выходи. Да, выходи! Так, есть. Блин, что бинт используется? Да вроде кровотёка нет. Что? Как мир лечит аптечка. Господи. Что за булавка-то хоть? Может она лечит? Тим защиты 3, радиация 1. Тип химический. Эй, мужик, ты живой? Кого? А что он подох? Ё-моё, фургон. Чёртово болото. От него столько испарений выходит. Выходи скорее. Здесь с фургоном что-то не так. Какого хрена? Не знаю, он сознание потерял. Несколько минут назад с ним было всё хорошо. Нужно осмотреть его. Артефакт у тебя? Да, детектор всё-таки хреново работает. Но мне удалось вытащить булавку. Отлично. Вот твоя доля. Спасибо за помощь. Чего там может было написано? Там ещё был какой-то диалог. Может что-то там. Так, а что фургон? Всё, он помер. Умер мужик, так сказать. Может проверить его? Да, сейчас. Кажется, что всё. У него пульса нет. И дыхание тоже. Как же так? Не дожил пацан. Ты вот так просто реагируешь на смерть моего приятеля? А что мне остаётся делать? Так он и сам спокойно реагирует. Он что, в истерике что-ли бьётся? Ты забыл где находишься? Или тебе напомнить, что здесь ты можешь попрощаться с жизнью в любую секунду? Да, в курсе. Тогда пошли отсюда. А территория его сама приберёт. Да там опять был какой-то диалог. Блин, почему вы завершаете диалоги и не даёте мне посмотреть, что там последняя фраза была какая? Ну ладно, разработчик, наверное, сейчас посмотрит. Соберёт всю инфу от людей и поправит косяки. Прикол с учёными, а так я не понял. С болота телепортироваться никуда нельзя. Туда что-то бросить? Бросить предмет? А какой предмет? Ну, что-то бросить, чтобы аномалия исчезла, что ли? Что я брошу? Блин, да отстань! Да ты издеваешься, почему ко мне? Я чуть не сдох в итоге. Я не понимаю, почему он устаёт с 9 килограммами на плечах? Что такого? Как можно отхождение уставать? Он от отходьбы, он даже не бегает. В итоге меня ещё чуть кабан не убил, за то, что я не смог убежать. У тебя мало хп. Ой, да он и при полном хп, и без жажды, и со всеми делами так же бегает. Теперь у меня, кстати, нет здоровья абсолютно, что мне делать? Тебя кабан не зацепил? Нет, только испугал немного. Кабан мать воры попался, выжидал до последнего. А что это за деревня? Место тихое, спокойное. Здесь собираются сталкеры, новички, опытные, без разницы. Артефакт куда положил, кстати? Да закинул в рюкзак просто. А что ему будет? Не думаю, что рюкзак пострадает. А вот ты радиации хапанёшь. Хорошо, сейчас приберу его в ПМК. Только не забывай про контейнеры артефактов, они могут тебя жизнь спасти. А когда мы отсюда уходить будем? Для начала нужно связаться с Хрипатом. Он должен сообщить, как там обстановка возле периметра. Ладно, подождём. Постарайся далеко не уходить. Ты чё так странно ходишь? Чё это за походка? Кого? Чё его так шатает-то? Эм, выглядит очень странно. Короче, он решил в здание зайти. Так, сохранил игру. Ну всё, разговариваем со сталкерами. Субтитры подогнал «Симон»